Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал, начинаю новый влог, точнее сегодня будет такое видео «День со мной». Меня как-то давно просили показать, как я собираю ланчбоксы для своих детей. Вот я показываю, вот, на самом деле, ну каждый раз наполнение разное, в зависимости от пожеланий моих детей и того, что есть в наличии, скажем так, да, вот, из того, что куплено и тому подобное. Вот таким ланчбоксом моих детей собираю я им, я уже много раз говорила про питание в школе, повторяться не буду, вот, но я думаю, что все понятно. В общем, старшему и младшему, старшему я еще кладу кусочками нарезанный сыр, сегодня я собираю детей в 4 часа, поэтому кладу, ну так, попитательнее, скажем так, бутерброды сделала, как вы видели. Младшему сыну я добавляю вместо сыра, он мне не любит сыр, поэтому кукурузные палочки ему. И здесь вот, на самом деле, я думала, что это мандарин, и были куплены мандарины, а оказался апельсин. Может быть, мне один такой попался из, ну, знаете, случайно в общей куче, когда набирала. Ну, в общем, в итоге это все-таки апельсин, ну, такое тоже бывает. Обязательно кладу фрукты, могу даже огурчик с помидорчиком порезать, они меня тоже с удовольствием едят. В общем, в этот раз фрукты и яблоки, то есть по половинке мандаринки, потому что целая не помещается, точнее, это апельсинка. Яблоки и немножко груши, а также вот такие орешки, они какие-то с медовой обсыпкой или чем-то таким. В общем, тоже они у меня с удовольствием их грызут в школе. Вот такие вот у меня, получается, ланчбоксы. Вот, берут они у меня каждый день с собой еду, каждый день вот что-то подобное. Собираю, повторюсь, наполнение бывает разное, но суть примерно одна. Да, кстати, вот эти ланчбоксы очень прикольные, они мне нравятся, правда, вот эта вот, ну, этикетка, она поцарапалась, скажем так, вот, особенно у младшего. Но ланчбоксы прикольные, они их различают по количеству царапин. И еще, конечно же, даю с собой попить. Я могу навести чай, могу просто налить воду. И вот в данном случае вода с лимоном, так как у них еще будет, у старшего будет волейбол, а у младшего физкультура сегодня. Вот, поэтому просто вода и добавляю туда немножко лимончика. В общем, собрала еду детям. И отвожу я сегодня их в школу. У нас тропички классно поют вообще, можно сказать, рассвет встречаем. Обычно у меня отвозят в школу детей муж, но в этот раз отвожу я, потому что муж уехал в командировку. Поэтому, да, занятия у них начинаются в 8.30, они мне только как медведи два шагают такие. Вот, а я возвращаюсь уже домой. Но не совсем домой, девочки. Я посмотрела в интернете, что обе работают с 8 утра. Я была первым, реально первой там была, ой, кошмар. Вот, решила заехать за землей и купить один цветок. Очень мне здесь понравился один цветочек. Я не помню, как он называется. Девочки, это вообще вылетело из головы, даже попыталась погуглить. Кстати, вот этот цветок мне нравится, но посмотрите на его листья. Что такое? 1899, и что вот этот такой вот? Ну, за 2000 должен быть хороший цветок, правильно? Вот, я думала, что это одно и то же, но оказалось, нет. Хотела малютку такую взять. В общем, хотела один цветок, и он тоже оказался с какими-то пожухлыми листьями. Нет, бывают там и хорошие цветы, бывает не очень. Поэтому, ну, все нужно выбирать, и все нужно смотреть. Здесь вот тоже, кстати, вот это азалия. Я ее как-то покупала, и она у меня в итоге погибла. Ей обязательно нужна зимовка, а я, к сожалению, зимовку растениям обеспечить не могу. Тоже тут всякую красоту посмотрела. Короче, погуляла с утра, да, в 8 утра. Ну, в школе, ну, в общем, в обе я где-то была в 8.20 примерно так. Вот, и вот, кстати, стенды с распродажными цветами, но в этот раз тут что-то совсем все плохо. Здесь бывают и неплохие цветы, здесь бывают орхидеи, как бы, которые уже цвели по хорошим скидкам. Единственное, что цена не указана, за которую вы купите, и процент скидки тоже не указан. Но все же, на самом деле, здесь можно хорошее приобрести цветочки, восстановить их дома. Особенности те, кто умеет это делать. Ну, например, вот этот цветок, он, я думаю, уже не восстановится, потому что потерял, видите, тугоры листьев полностью. Поэтому, в общем, здесь я ничего не нашла, но каждый раз сюда захожу, потому что здесь бывают очень интересные находки. Все, еду на кассу, как вы видите, купила новых жителей себе. Не могу остановиться, девочки, вот ничего не говорите мне. Еще я уехала и не покормила своих детей, их хвостатых. То есть, детей накормила, а хвостиков нет. В общем, я приехала где-то 9 уже с хвостиком было утра, и они тут, как вы видите, нервничают просто жутко. Накормила их сама, я, кстати, тоже не завтракала, вот, но в первую очередь кормить надо хвостиков. Гуню тоже, естественно, кормлю, кошку Гуню, но отдельно она с ними не ест, потому что они отнимают у нее все, вся вот, вся четверка отнимает от нее еду. Ну, и сама тоже сажусь завтракать. Это у меня йогурт, ну, не греческий, да, греческий йогурт. Я его так откидываю, вот, из закваски, кстати, Багздрав откидываю на марлечку, он получается вот такой, в общем, мажу на бутерброд, очень вкусно получается. В него соль добавляем, можно травки какие-то, и получается просто супер. Ну, и, конечно же, свою имитированную икру, Балтийский берег, я ее обожаю, ем, вот, вообще, я никогда не наемся, скорее всего, нет. И, конечно же, кофе, вот, так что всем, кто кушает, тоже приятного аппетита, и, конечно же, вот только-только покормила, только покормила. Но вдруг мама что-то еще вкусненькое даст, обязательно, обязательно меня сопровождают мои красавицы, вот эти вот две, особенно вообще. Леофан бывает присоединяется, это кот Майкун, но в основном вот эти две красавицы составляют мне компанию за завтраком, обидом, ужину, в общем, за любым перекусом готовы составить компанию. Они, так сказать, блюдят за моей фигурой, чтобы я много не съела. Вот кошка Гуни, я ее покормила отдельно, и она замечательно себе лежит, то есть я ее не обижаю, с ней все хорошо. И, девочки, не думайте, я никого из хвостиков не обижаю, всех очень сильно люблю. Они у меня все просто, просто мои любимцы. После завтрака пошли гулять с Боночкой, и у нас уже утки, лежит еще снег, но утки плавают, видите, вдвоем парочка такая тут. Вот, и вот моя тоже Бона. Джусси не ходит со мной гулять, она прячется, как только видит, что я собираюсь на прогулку, и, честно говоря, надоело ее заставлять ходить с собой. Но, в общем, с Боной обязательно. Бона должна обязательно гулять, иначе она мне этого просто не простит, если я с ней не прогуляюсь хотя бы 15 минут. Вот, поэтому, ну, мы гуляем побольше, вот, а когда уже снег сойдет, так вообще можно по часу, по полтора, а то и больше уходить на прогулку. Вот, так что она у меня любительница гулять. Да, у нас лежит снег, утром было минус один, днем уже стало плюс один, так что весна как-то не сильно к нам торопится, лето тоже не сильно торопится. Мне пишут, что у кого-то уже вовсю сирень цветет, но у нас пока что вот так вот, да. Пришла с прогулки, и сейчас буду бросать стирку. Вообще, стирка у меня не только, это собачья одежда, собачьи куртки как раз-таки взяла, зимние. Джусси наибонина попонка. Я просто постираю и уже уберу, потому что мы уже не пользуемся, ну, и вообще стирку тоже буду сегодня много стирать, завтра буду гладить, как обычно. Вот, обязательно перестирываю. Я, кстати, достаточно часто им стираю одежду, потому что она часто очень становится грязной. Вот, и компанию мне составляет кот Майкун. Он всегда наблюдает за мной, что я делаю, ему это очень интересно. Потом застилаю кровать, я на самом деле и у детей застелила кровать, и такую легкую уборку, скажем так, сделала. Они у меня по утрам не застилают кровать, просто потому что не успевает. Учеба начинается в 8.30, и нам еще ехать минут 20, где-то примерно на машине. Я пораньше их привожу, чтобы они успели. Вот, и муж пораньше тоже их приводит. Вот, плед вот этот сверху я кладу, потому что здесь на нем спят животные, то есть и коты, и собаки. Такой маленький пледик, конечно же, намного удобнее постирать, чем большой. Вот, поэтому кладу разные пледики сюда. В общем, небольшая уборка. Я пропылесосила тоже весь второй этаж, но вот забыла поставить камеру, извиняюсь. Поэтому только, получается, наша с мужем спальня попала. Вот, но пропылесосила сегодня только второй этаж. Первый этаж тоже хотела, но что-то уже, что-то уже не стало. Не знаю почему, но как всегда. Вот, плесошу я достаточно часто. Так, ну что, давайте к покупкам. Во-первых, я купила землю. Вот такой большой мешок, 25 литров, универсально. Я земле не придаю огромного значения. Покупаю универсальный грунт и сажаю. Я просто их еще подкармливаю, как вы знаете, да, все цветы. В общем, цветок, который я хотела приобрести, он стоит 1200, ну, почти даже 1300. И он был такой, ну, в общем, он как бы болеющий, да. И я подумала, что за 1200, тем более он небольшой, буквально вот такой. В общем, это что-то наподобие шифлера, только как-то он по-другому называется. Короче, как мне один, как куплю, покажу. Вот, их было там всего 5 штук, и все они такие. У одного даже листья потеряли, тугор. Ну, я подумала, что за полную стоимость такие цветы я не хочу покупать. Вот, но я прошлась по маленьким драценам. Значит, в прошлый раз, когда я там была, малышей вот таких было больше. Их там было просто, ну, целый стенд, можно так сказать. В итоге я сейчас приехала. Ну, вообще малышей у нас, по крайней мере, раскупают любых цветов малышей. Раскупают очень быстро. И, в общем, вот этот цветок был последний. Это везде написано драценамикс. И вот этот был последний. Нет, вот этих было много, а вот этот был тоже последний. Но, видите, у всех у них немножко такие, ну, не очень листики, да. И где-то вот вообще потемневший. В общем, они все там такие были. Я выбрала самые лучшие, а вот эти взяла, какие есть. Все написано драценамикс. Стоили они 369, 369 и 369. Малюточки такие. Короче, я сейчас, когда еще гуляла с Бонной, думаю, посмотрю, что это за драцена. Потому что мне очень нравится драцена лайм-лимон. Она вот примерно выглядит так же, только окантовочка вот эта ярче. Короче, нашла в Яндексе определитель по фото растений. Значит, ставлю вам скрины, покажу, как это все выглядит. Получается, что у меня все это драцены душистые. И получается вот это, вот это диремская, душистая диремская, подразновидность душистой. Вот это у меня получается, вот это дорада. А вот эта побольше, которая, это компакта. Не знаю, насколько правильно определила или нет. Но я еще, короче, что с ума посходила. Решила определить своего кота Леофана. Думаю, проверила этот определитель. Определили правильно, Мэй Кун. И джусеньку. Джуси у меня это шелти. Мини-шелти, можно так сказать. В общем, я с ума схожу. Вот, ну, интересно было, на самом деле. Вот, хотела купить для них, видите, у них горшочки маленькие, особенно вот у этих. И я знаю, что меня и профессионалы смотрят цветоводы, и не очень. И те, кто только-только начинает. Нельзя пересаживать цветок сразу в большой горшок. Несмотря на то, что даже он корешок. То есть, чтобы он был сильно большой. Что я буду делать? Я пыталась найти там какие-то маленькие горшочки. Ну, такие симпатичные кашпо, горшки и так далее. Не нашла. Самый маленький вот. Стоили они 160 рублей вместе с поддончиком. Их можно использовать как кашпо, можно использовать как горшок. Вот, то есть, здесь делать дырочки и посадить. Но они большие, смотрите, какие большие. Вот так нельзя делать. У меня даже гибло так однажды растение. У меня есть вот такой горшок керамический. Вообще, я не люблю керамические горшки. Почему? Потому что у меня есть коты, которые часто сваливают, особенно леофан. В общем, скидывают мои цветочки. Поэтому я, в общем, вот сюда посажу малышей. Хотя тоже слишком большой горшок. Но я на свой страх и риск посажу. Еще мне нужно пересадить вот этот цветок. Вот этот вот. Я его пересажу вот сюда. У меня освободится маленький горшок. И я посажу вторую. А вот эту я, короче, сделаю, знаете как? Вот тоже, кому пригодится, может быть, мой совет. У меня есть вот такие стаканчики или горшочки от предыдущих растений. Вот таких вот. Не выкидывайте никогда. Оставляйте их. Я, по крайней мере, оставляю. Я посажу. Это вообще такие для рассады стаканчики. Я посажу сюда вот этот вот цветок. Вот в эту штуку. У меня там дырочки. Здесь дырочки делать не буду. Посажу его вот так. И поставлю сюда. Чтоб просто было симпатично. Ну, потому что вот этот черный горшок, они мне не нравятся. И будет у меня он просто вот так стоять. Можно, если кашпо слишком глубокое, допустим, да, то можно сюда положить, например, какие-нибудь камушки. Или просто газетку какую-нибудь. Ну, лучше всего камушки какие-нибудь, да, или что-то сюда положить. И он тогда будет у вас как бы повыше смотреться. И, в общем, будет симпатично. Короче, вот так. Вот так вот я решила намутить. Но сейчас я пойду делать пиццу. И потом поеду за своими мальчишками. А потом уже буду все это дело пересаживать. То есть сегодня вечером опять в ночь займусь этим делом. Также у меня как-то просили дать рецепт теста для пиццы. Я вам полностью ингредиенты все, которые сюда входят, пропишу под этим видео. Но, в общем, суть такая, что я вначале добавляю немного муки, просеиваю ее, да, а потом добавляю все остальные ингредиенты в воду теплую, не горячую, на чайницу свернется. И потом уже постепенно вмешиваю сюда муку. Мука бывает разная, где какая-то бывает больше, нужно добавить какую-то поменьше. Тесто должно быть мягкое, эластичное и не забитое мукой. Тогда пицца получится вообще обалденная. У меня домашние любят пиццу тонкую. То есть на тонком тесте. Поэтому я вот это количество теста буду делить на две части. Если вы любите прям такую пышную, вот замесила тесто и оставляю его буквально минут на 15, наверное. В это время я разогреваю духовку и подготавливаю ингредиенты, скажем так. В общем, я, если вы хотите более такую пышную, да, пышную основу, то можно сразу все это раскатать. Я дико извиняюсь за свой коврик, но это мой любимый коврик. Я его заказывала года 4, наверное, тому назад на Алиэкспресс. И он просто суперский. Я потом заказывала другие. В итоге они мне не понравились. Смазываю я пиццу, знаете, блендером перебивала летом, помидоры с перцем и не проваривала, а просто разлила по контейнерам и заморозила. Очень мне нравится добавлять, кстати, к мясным блюдам такое и смазывать пиццу в том числе. Добавляю я сюда, ну, скажем так, остаточки. У меня были две сардельки и колбаску, сыр. В общем, такая вот у меня получается пицца. Можно, конечно, поровнее, но как получилось. Вот видите, тесто получается тоненькое, тоненькое, и оно полностью пропеклось. Очень классно, мне нравится. Я уже давно пользуюсь этим рецептом и вам тоже советую. Вот, так что вот такая вот тоненькая пицца, именно такую любят мои домашние. Ну, и, конечно же, конечно же, сопровождающие. Моя охрана. Без охраны я никуда. Вот, но не даю им. Вот. Вторая пицца у меня уже стоит в духовке. Я ее вытащу, как она приготовится. И снова еду за мальчишками уже забирать их со школы. Так что вот так вот в разъездах проходит мой день. Но, повторюсь, обычно отвозят в школу у меня их муж. Зашли в магазин буквоед. Нужно было купить немножко канцелярии моим детям. И посмотрели еще тут различные книги. Очень интересные. У меня старший сын читает, но он любит читать, как и мама детектива. Наверное, из-за меня он их любит читать. А всякую фэнтези и фантастику ни разу не читал. Может быть, если ему подсунуть, то что-нибудь ему и понравится. Но пока он тут просмотрел, ничего его не вдохновило. Из фантастики, скажем так. Вот. И, в общем, немножко мы с ним погуляли. Я, получается, старшего забрала пораньше, в 3 часа. И целый час мы тут, можно сказать, гуляли по буквоеду. Потому что у младшего было дополнительное занятие по английскому языку. Поэтому, в общем, мы его ждали. И в 4 часа, то есть где-то полпятого, около пяти, мы обычно уже дома. Вот здесь вот еще, конечно же, всякие... Ой, обожаю вот это все. Блокнотики, ручки. Вот это вот... Ой, это вообще моя слабость. Очень это все люблю. И часто не могу удержаться, конечно же. Но удержалась в этот раз. Купили все по делу, девочки. Вот сам буквоед. В общем, походили мы тут тоже. Так, ну что, приехали мы домой. Боняша. Уже ужин выпрашивает. Только завтраком кормила, да? Уже ужинать пора. Да, скажи вообще, мать. Вот. Покажу быстренько покупки буквоед. Купила гуашь. Это старшему он 12 цветов. Сказала ему 16 не надо. Младшему нужно 16 цветов. В общем, гуашь в школу. Младшему кисточки набор. Ну, я ему недорогой. Потому что они 240 рублей. Плюс у меня еще скидка там по карте. Бонусы какие-то там списали мне. Теряет он их, короче. Стерку старшему. Это я тоже... Это в школу надо было... Ну, в общем, как бы от родительского комитета. В общем, три открытия. Дальше тетрадки. Это старший у меня взял. Ему в клеточку нужны клеточку. Одна в линеечку для русского языка. Вот такую. Я вам ее показывала там. Прикольная. Вот такую еще формата А4. Тоже в линеечку. В общем, альбом для рисования у него закончился. У старшего младшему картон закончился. И взяли мы вот эту книжку. Будет у меня читать старший сын. Он у меня периодически читает книги. Периодически забрасывает это дело. Ну, в общем, когда книжка интересная, он ее достаточно быстро проглатывает. Вот какая ему понравится, такую я ему покупаю. Он ее с удовольствием читает. Она действительно стоит 399 рублей. Хотя здесь на ценнике 449 рублей. Вот такая вот про Эрмитаж. Вот. Спасти Мону Лизу. Правда, Мону Лизы нет у нас в Эрмитаже. Ну, ладно. Ну, ладно. Вот такая вот книжечка. Здесь достаточно крупный текст. Я думаю, что он быстро ее прочитает. И останется потом младше будет читать. Правда, младше он не так быстро читает, как старше. Ну, старше уже как взрослый читает. А младше еще, конечно... Ну, так. По слогам, в общем, одним словом. В общем, вот такую вот еще книжечку. Ну, прикольно, да? Такая карти... Ну, как бы яркая, красочная обложка. Вот. Любят у меня такие. Тут тоже картинки есть. Картинки тоже нужны. Обязательно. В общем, забежали еще буквоед такие покупки совершили. Дети у меня поели пиццу. И, конечно же, мы делаем уроки с младшим. Я сижу, делаю чаще всего. Вот сейчас он делает у меня математику. Вот. И потом у него еще чтение задано. Да, в первом классе тоже младшему задают уроки. У нас вот такая вот учительница. Вот. Ну, это на самом деле хорошо, потому что с самого начала они приучаются к тому, что есть хоть маленькое, но какое-то домашнее задание. Я не делаю. Старший у меня делает уроки уже сам. Единственное, что бывают какие-то вопросы. Все равно мы там математику с ним можем разобрать или там, ну, скажем так, помочь выучить стихи, что-то в этом духе. Все, вечером добралась я до своих растений. Буду их пересаживать. Конечно, некоторые все-таки я посадила в слишком большой горшок. Не делайте так. Но, в общем, я решила, что будет нормально. Ну, драцены, на самом деле, они не сильно прихотливые, хотя вот эти более прихотливые я почитала в интернете, но я думаю, что все равно все будет нормально. Дренаж. Я, как уже говорила, не всегда использую дренажные вот эти камушки. Купила, насыпала. Не купила, закончились, не насыпала. Как-то так. Какого-то сильного влияния на растения я не заметила. Главное их не переливать, и все будет отлично. Я, кстати, стряхиваю вот эту землю, в которой они росли. Тут пытается мне кот помочь еще. Вот. И полностью засыпаю новую. Тогда они себя хорошо чувствуют. Но какое-то время все равно, конечно же, они будут на стрессе за счет пересадки, за счет смены места пребывания и так далее. Мне иногда пишут, что там не растет какое-то растение, как вы подкармливаете и так далее. А вот у вас растет. Попробуйте поменять местоположение этого растения. Вот у меня, кстати, достаточно часто помогает. Если я купила какое-то растение, пересадила, подкармливаю, оно не растет, то я просто меняю ему место обитания. Вот такое вот я количество за вечер пересадила. На самом деле, люблю это делать. Для меня это некий релакс. Еще вот такое вот растение. Я забыла, как оно называется. Каланхоя, по-моему. Нет, я могу ошибаться. Это мне приносил муж. Он тоже как-то там заезжал в обе. И он у меня долго стоял. Я забыла его. Точнее, не забыла. Не хватило мне земли, чтобы его пересадить. Вот это тоже пересадила. И вот это растение, которое в предыдущем видео, вот эти два, я тоже малюточки покупала. И одно я посадила вот в черный такой, да, вот этот горшочек. Но нет у меня никакого. Надо будет ему потом купить какое-нибудь кашпо. А вот эта вторая малютка, это же уже не помню, как они называются. Девочки, простите меня, пожалуйста. Кстати, вот эти горшки я намываю и оставляю. Тоже мне пригодятся. Вот это вот растение. Слишком большой для него горшок. Слишком. Вот прям переживаю за это растение. Думаю, как бы, не знаю. Вдруг ему не понравится такая история. Потому что у меня реально было такое. Я купила какой-то цветок и пересадила большой горшок, и он погиб. Ну, и последнее дело на сегодня, это помыть вот эту маленькую свинку. Пришла она домой грязнющая. Просто у нее даже какие-то камни в шерсти я нашла. В общем, намываю ее феном. Я ее не сушу, животных феном не сушу, потому что фен, они у меня боятся. Если я посушу джуси феном, я не знаю, она, наверное, с ума от страха сойдет. Сама тоже приняла душ. Но после животных, когда я мою животных, я мою потом ванну, естественно. Потом моются дети, потом я. В общем, дети уже пошли спать. И я тоже буду уже ложиться. Сплю я обычно с Каспером и с джусенькой моей. Обычно они со мной спят. В общем, на сегодня буду с вами уже прощаться. Всех разложила по местам, да, себя тоже вложу. Вот. И надеюсь, что вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Всех люблю, целую. И до новых встреч. До новых встреч.